Добрый день, Игнат Тихонович! Добрый, добрый! Ну, рассказывайте, кто, откуда и как. Это я сейчас вам по домашнему номеру набирал. Ну-ну. Где вы там находитесь? Германия, Райнанфальц. А Зоннеберг далеко от вас? Ну, километров 400 где-то. Вот от нее, а сестра наша там, она приезжает. Вышла там, Сортисон, помилея его. Видели мы на вашем канале видео, как вы ездили на Газели. Смотрели. Мы все записываем в интернет, выставляем. Вы не против этого? Нет, не против, пожалуйста. Я хочу выслушать вас. Как вы нас нашли-то? Совершенно случайно. Ну, объясните это случайно. Сначала я вышел на Андрея Кураева. Так. Вот, так как я выходец из 50-ников сионистов, вы сами же прекрасно знаете и объясняли какое-то учение, какие там недостатки, какие плюсы, какие минусы. Вот. И в жизни служилась такая ситуация, когда мой тесть, он был пресс-фитером, епископом церкви. Вот. И отец мой, епископ церкви этой. Мы с тестью много бесед проводили. Вот. И тесть мой болел раком и скончался 4 года назад. И вот после его смерти я задался себе вопросом. Я так с ним много спорил, вопросов ему задавал. Ну, немножко конфронтация у нас была на основе религиозного понимания. Правильно это или неправильно. Вот. То я задался себе вопросом. Прочитав разные статьи в интернете. Вот. И в том числе и православные, насчет 40 дней, что душа ходит по земле, потом только она уходит. Я каждый день молился ангелу-хранителю, Христу, и говорил, тесть, дорогой, не уходи, скажи весточку. Ну. Как? Правильно? В какую сторону смотреть? Ну. И вот по истечению 40 дней, примерно, вот 40 дней уже практически зашло, явился он мне во сне и уходит в большую дверь. И я знаю, что она всегда уходит. И он мне сказал, что каждый человек ответит сам за себя. А у нас до этого был постоянный конфликт с тем, что в нашем понимании 50-никах сионистов присутствует апостол. Вот. И в их непонимании апостол должен быть в церкви. И должен быть всегда. И затем я встал в тупик. Когда я увидел много непорядка в церкви, вот. Много случаев, где творилось просто неправда, где не по Писанию поступалось. Я продолжал дальше молиться и просил и Христа, ангела-хранителя, чтобы показал просто в какую сторону мне посмотреть. Вот. Где какого человека узнать, просто в какую сторону вот обратить внимание. И вот мне приснился сон. Вот. Как я верю, вещи сон. Я вижу экран и на экране шрифт, текст. И вот как бывает читаешь, недоступный для тебя материал. Скажем, не для всех сотрудников открыт доступ ко всей информации. И, наверное, вы знаете, как шрифт, он немного такой вот искаженный, что прочитать нельзя на экране. Я его смотрю, ничего понять не могу. И вижу только два слова появляется. Кураев, Москва. Я тут же глаза открываю, как будто я бодрый был. Как будто даже и не спал. Тут же компьютер включаю. Вот. И весь поисковик в гугле говорит мне о Андрее Кураеве. Три, четыре, страница пять, шесть. Все полные были о нем. Вот. Я начал слушать его проповеди. И мне до того это понравилось, как он объясняет, что такое рождение свыше. Что в нашем понимании 50-никаксионистов совершенно считалось по-другому. Ну, жизнь после смерти, таинство смерти, очень хорошая тема у него. Вот. И затем, как я вышел на вас, это значит, я очень много в интернете читал, слушал и глядел. Вот мы с женой постоянно разговаривали на библейские темы, как, почему. Я всегда жене своей говорил, подожди, ну как, столько мало людей, гру, понимают, как я. Неужели я такой один дурак на свете, и все умные, и как вот, как в этом разобраться. И однажды я увидел видео в Ютубе, сидел вечером, пересматривал, и заголовок называется «К нам снова приехали баптисты». Ну, где такие темы с проповедями и баптистов, 50-ников, конечно, мне они очень интересны, потому что я считаю, и везде есть хорошие люди, и также здесь, откуда я вообще вырос, есть хорошие люди. Ну, большинство, конечно, не очень. И вы там баптистам по Писанию объясняли, что такое рождение свыше, прокрещение. Я совершенно удивился, Юля, моя жена зовут, я говорю, скорее иди сюда, говорю, погляди, говорю, как человек понимает. Я говорю, не одни мы такие-то, с таким понятием. Мне вот это до того понравилось, ваше высказывание, как по Библии вы объяснили, показали, и с того момента я стал слушать, наблюдать, смотреть, глядеть. В том числе ваше объяснение по поводу настоящего православия, как вы открыто и не боясь никого по Писанию, имеете свою точку зрения. Это для меня высокий авторитет, потому что я встречал в своей жизни, конечно, в свои немного лет людей, христиан и всю жизнь проживших, но по сути таковыми не являющимися. Которые по плоти только Христу служат и боятся людей сказать свое мнение открыто, понятно. И поэтому я в моем, я с детства верующий, в моем понимании, в моей церкви я стал инакомыслящим. А таких людей, как я или как вы, почему вы мне очень сильно симпатизируете, что для вас есть единая правда, правда о Христе, и вам совершенно без разницы, что о вас люди подумают. И так же для меня было в мое время, когда я начал сам читать Писание, когда я начал не просто принимать то, что мне говорили старшие, как надо понимать, а действительно мне захотелось самому понять, открыть, прочитать. И когда я начал читать и понимать, и сказал, братья, а почему вы не поступаете так, как в Писании написано, то мне, соответственно, сказали, это не твое дело, сиди молча, есть старшие братья, они в этом разберутся, а твое дело вот слушать там и спасаться. А я сказал, нет, мы все воины Христа, мы должны каждый разбираться о своем спасении, я должен давать отчет. И мне очень понравилось, как вы объясняли про жизнь на земле, про тысячелетнее царствие, и для меня открылся совершенно новый мир понимания того, когда читаешь Писание всю жизнь, все детство прочитав, и ты его как будто не видишь. Ты читаешь те же самые стихи, и ты его абсолютно не понимаешь. А когда с чистым сердцем, именно с покаянием, и именно как вы объясняли покаяние, это вот греческий перевод отращения от старых дел, поворот на 180 градусов, то внутри тогда родился во мне новый человек, который стал интересоваться, глядеть, а как это место понять, а как то место понять. И слушая вас, как вы приводили, там люди же вам звонят, и различные беседы вы ведете, разные места Писания, и я на них гляжу, на эти места, я их читал много раз, но я не видел никакого смысла там. А сейчас я смотрю, и вот правда, вот это место сходится, с тем местом сходится, и с тем сходится, и вот он новый мир открылся. И поэтому я считаю нужным сказать просто вам благодарность за то, что выставляете в интернет, потому что много из пятидесятников, из баптистов, я знаю, очень хороших, многих людей, но в основном, вот как в нашей церкви, оно намного меньше пятидесятническое, они вышли оттуда, вот. Все проповедники, они проповедуют дома, проповедуют в своей церкви, там 20-30 человек распинаются, но никто не выйдет на улицу, никто не создаст, вот как вы сейчас создали в своей, значит, возрасте в таком, и, значит, интернет-ресурс, что люди могут видеть, не надо даже ходить по улицам, а слово Божие можно как слушать, многие этого боятся. Вот это мне большая симпатия, что вы в таком возрасте и открыто, доступно, и все людям рассказываете и показываете. У меня появилось желание позвонить вам и лично выразить благодарность, что поделились, рассказали, потому что я сам, конечно, это мои родственники здесь близко задействованные и родные, и у нас очень много родственников и семьи большие, верующие все, но в том понимании, в котором я был раньше, в том понимании. Я уже сколько лет, пять-семь, соответственно, веду вот такую, как бы, борьбу за правду, борьбу за правду, но лукавый, конечно, противится, и многие люди отворачиваются, и христиане, где написано «любить надо», они считают за волка, они считают за гонителя, и просто они не хотят идти на контакт, разговаривать и убегают. Поэтому еще раз выражаю вам благодарность за ваш труд, вот. Потому что очень удобно после работы, есть когда минутка вторая, посмотреть, поглядеть, слушаю, смотрю, и каждый раз что-то новое себя подчерпываю. Ну, и, конечно же, я нахожу много и очень много, ну, так как я с детства верующий, много верующих людей видел, то многие, так же, как и комментарии про вас я читал, они ссылаются на то, там, ну, человек иногда вспыльчивый, иногда слова не те как-то подбирает, еще что-то, ну, для меня это абсолютно не главное, потому что я по себе знаю, я могу тоже и не так себя повести где-то, но самое главное, вот, цель, вот этот огонь внутри, который горит, понимание, знание, стремление, это очень зажигающее, и очень исходит, значит, от людей, от вас, вот, такое тепло, вот, которое зажигает, и которое показывает, что надо тоже так же стремиться к Христу, менять себя внутри и складывать, конечно, свою жизнь соответственно. Ну, так что еще раз благодарность вам, потому что я не мог просто пользоваться вашим знанием, которым вы делитесь, ну, я, конечно, его применял, вот, так как вы объясняли, применял, и людям дальше рассказывал, и ссылки ваши скидывал, вот, вот, но сразу хочу сказать, что в нашем учении, в 50-никах сионистов присутствует одна тонкая особенность, есть человек апостол, вот, апостол, в которого все свято верят, который непогрешим, который как наместник Христа, вот, и, соответственно, люди с моей церкви, они всегда мне говорили, что ты нашел себе нового идола, нового человека нашел, а я говорю, нет, как вы, говорю, идете за человеком, а я говорю, я иду за Христом, но, то я не подражаю Игнату Тихоновичу, а я подражаю словам, которые он нашел в Писании, которые он открыл, показал, вот, куда надо стремиться, как надо делать, и в этом для меня большой пример, вот, и, соответственно, я бы хотел еще задать вам вопрос, так как у нас очень обширно и очень много людей, очень много людей, 50-никах сионистов, которые до сих пор, нерожденные свыше, до сих пор нерожденные свыше, они задаются только одним вопросом, должен быть апостол, и он должен в настоящий момент быть, вот, и кто его не примет, тот не спасется, вот, в этом вся проблема, и в этом вся загвоздка, я бы хотел, чтобы вы еще раз коротко объяснили насчет апостолов в церкви, что они должны быть в церкви, но в настоящий момент должны они быть, или тогда они были, как это, что, и правильно понимать. Так, вы начали с Андрея Кураева, а как на меня-то повернули, вот, тут я момент выпускаю, никак, как это, может быть, Андрей Кураев, вот, зарядите, сейчас кончим, напишите, Андрей Кураев и дальше Лапкин-Игнатий, два слова, и вы увидите, он там, где-то в большом собрании, задает вопросы, и они не могут ответить, а он тогда показывает на меня. Нет, этого я не видел до этого. А вы увидите, там прямо, материал так, Кураев Лапкин, зарядите. Нет, это видео я видел уже после того, как увидел вас в Ютубе. А, вот, после вы нашли-то. Нет, вы найдите то, его отзыв где, а дальше. Слушай, вот, вы называете церковь, тут о многом сказать, но вас интересует апостол. Если человек верит, что человек дуалистичен, у него тело и душа, а теле понятно, его хоронят, мы видим, мы видим концовку, но начало ничего нигде не видно, как рождается человек, это начинается в мире, мировая история, как начинается, а видна будет концовка. Перед всем миром вспыхнет земля, гореть будет. Относительно апостолов. Мы верим, что у человека душа, праведники идут к Богу, и вот мы читаем послание к евреям, к 12 главе, и говорит, вы приступили, и перечисляет. К завету, к ходатаю завета, к сонмам ангелов, и к духам праведников, достигших совершенства. Вот теперь мы ставим вопрос ко всем, кто не церковный, ко всем еретикам. Что такое духи? Мы считаем эклисиаста, человек умирает, прах идет, как и написано, в прах, а дух идет к Богу, который дал его. Это душа, она называется тух, то дух, то душа. Приступили к праведникам. А где приступили? А разве они живые? Ну, 9 глава, 6 стих, откровение говорит. И увидел я под жертвенником, пятая печать, когда снял, души убиенных. Не убиенные, а души убиенных. Слово убиенных в родительном падеже стоит. Принадлежавшее убиенным-то. И они знают, что на земле делается. И говорит, да коли владыка святы и истины, не мстишь за кровь нашу. То есть они видят, что палачи ходят, пенсию получают, их прославляют, участники такие там войны и прочее. Они живы. И сказано было на малое время им еще потерпеть, пока и остальные дополняют число убиенных. Что, кто о нас говорит, это значение абсолютно никакого не имеет. Центральный стих будет один. Евангелие от Яна 12, 48. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. Вот мне это было понятно. Я-то обратился среди пятидесятников, мне это все понятно. В 23 года я впервые увидел Евангелие, Библию. Я в их доме получил. Никогда я не был пятидесятникам ни одной минуты. Я родился в православной среде. Но принадлежали к старообрядцам, у которых нет священства. А без священства я только начал читать, я понял, это и не церковь. Не церковь. В церкви обязательно должен быть епископат, священники, которые по рукоположению непрерывно. Апостол Петр рукоположил, дальше от него идет другой, третий, четвертый. В Антиохии вот второй епископ был Игнатий Богоносец. Игнатий Богоносец. И вот он где-то в 96-м году, кажется, арестовали. Он был епископом Антиохии. И бросили львам на арену в Риме. У него осталось шесть посланий. И, когда разговариваем, а здесь их харизматов пруд-пруди приезжают. Это выше 50-ти. Они падают, крещат, пену пускают, лают по собачьей. Это все в интернете выставлено. Если мы задумаемся немножко, где церковь. Вот они рассуждают только о Христе. Христос меня призвал, где двое или трое собрались. Это обман. Не собрались, а собраны Духом Святым. Во имя Его, то есть по слову Его. Там ничего нет. А вот отдельно баптисты. В 1609 году Джон Смит залез в воду, на себя руки положил. И рукоположил сам себя. Об этом Библия ничего не говорит. Вот 7 глава, 7 стих послания к евреям говорится, что и без всякого прикословия, не надо возражать, меньше благословляется большим. Меньший. Допустим, лейтенант от генерала. А не наоборот. Лейтенант не может награждать генерала. Так и здесь. Кто старше? Епископы. А как они ставятся? Духом Святым через рукоположение. Вот любое, допустим. Начинаем баптистов. А где у вас? А мы церковь. Вы церковь. Вы тоже себя не раз назвали церковь. А церковь тела, я говорю, знаете, что она телом называется? Христос глава. Церковь тела. Колоссиным 1,18. Ну да. А сколько у него тел, у головы? Две, три. Приходится осознать, что одна. Господь с равнением, Павел говорит, по-человеческому. Одна голова, один Христос. А остальные лжехристы. И церковь одна, а остальные лжецеркви. Деноминации, конфессии. Это слова, которыми сатана прикрыл слово ересь. Этих слов нету. А ересь есть. А что ересь? То, что отключается и ведет в другую сторону. Я говорю, церковь когда была образована? Не знаю где. Ну, читайте внимательно. Вторая глава Деяния апостолов. Сошел дух, заговорили. Так, а вторая половина, десятая глава Корнилия. Это евреи обратились от всех народов. Язычники. Все. И врата, да не одолеют ее. Вот недавно беседа была здесь. Она пришла тут к жене. Молодая, ребятишки у нее уже. И она новая жизнь называется. Новая жизнь. Я говорю, это в соседнем районе. Районная газета называется новая жизнь. Вот таких только названий нету. Я говорю, а что сережки-то у вас? А что? Наверное, стрижены. Ну да, а чем вы тогда от мира-то отличаетесь? В штанах ходишь. Похоже на мужчину. Вы ни внешне, ни внутренне. Да главное, сердце. Сердце. Я говорю, этих еретиков 21 тысяча насчитывается. Все друг друга не признают. И у всех сердце. А Соломон говорит, сердце это глубокая-глубокая пропасть. А от сердца это идет. Я любил выпить это от сердца. Люблю по чужим там ходить. Сердце. Из сердца исходят злые помыслы. И там называется прелюбодеяние. Не просто обнял, поцеловал. Это сердце подсказало. Ну скажите теперь, я говорю, когда вы возникли? Они говорят, 20 лет назад. 20 лет от церков, 20 столетий назад. Вы на сто раз меньше. И скажите, вы как понимаете? Ну как апостолы? А проверить как можно? Ну как? У нас пресвитер Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, я знаю. Потапов, я говорю. Хороший он. Но а как он-то возник? Где у вас епископат? А он епископ. И вы знаете, я говорю, я могу купить, пойти в магазин военный, погоны. Генерала. Четыре звездочки генерала армии. Но я не действительный. Это не настоящий царь. Генералы ставят там повыше, из Москвы. Здесь не могут ставить. Звания там даются. Так и здесь. Благодать духа идет только через апостолов. И тех, на кого они возложили руки. А где написано? Восьмая глава Деяния апостолов. Написано, самые сильные апостолы были в Иерусалиме. А восьмая глава, четвертый стих говорит, а рассеявшиеся, их разбросали, ходили и благовествовали, не прятались по домам. И там и дети проповедовали. У нас есть 12 книг, называется «Жития святых». Январь, февраль, на каждый месяц. Ну а не так. Один месяц, берешь день, вот сегодняшний. Там один из первого века, другой из пятого. Сколько память. Память по тому, когда они умерли, никогда родились. Ну а я их начитывал когда, в советское время. Из 12 того, 1173 биографии. Я сначала выбрал первый век, насчитал. Потом отдельно второй век. И получилась развернутая картина церкви. Этого никогда не было. Составил каталоги, чтобы легко находить. Ну и теперь смотрим, как они верили. Скажите, ваши там люди были хоть один? Откуда были? Ну вы же знаете, не было там ни сионистских, никаких. Они назывались христиане и оставили память. Как мучили их. Вот Климент Римский. Ему Павел в послании к Риму привет передает. А от него где-то 6 посланий тоже осталось. 6. А вы ни одного не знаете? Они даже не слышали. А вот церковь не такая. Ну не такая. И что дальше? Его врата когда не отдаляют. А что такое врата? Не знаю, а как же вас учат? Говорят, мы собираемся. Ну собирайтесь. Вы должны элементарно-то знать. В дом ходить это дверь. А ты даже не знаешь, где дверь. Врата это ворота. А кто? Это еретики и гонители. И они не одолеют церкви. Вы ничего не сделаете. А в церкви непорядки. Павел говорит, у вас такое блудодеяние, которое у язычников не слышно. Это послание 1 Коринфянам, 5 глава. А в 1 говорит, передает там привет и прочее святым избранным. Да какие они? Святые по крови Божией. По крови Бога-человека Христа. А по человеческой природе человек увлекся, пошел не туда. И поэтому, я говорю, а вы слышали такое? Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. Христос воскресший явился, дунул и говорит, примите Духа Святого. Кому простите, простится. Кому оставите, оставится. Это кому? Всем. Я говорю, ну у вас женщины-то есть, как вы называете по-своему, руководители там или главари, или кто там они у вас. Но почему Христос из 12 апостолов, ни одной женщины нет? Хотя там были первые. Потом избирает 70, по 2. И опять ни одной женщины нет. Почему? И в православии, у католиков, которые сохранили оттуда рукоположение, ни одной женщины не было. Ни пресвитера, ни епископа, ни диакона. Не было. Не было. Это невозможно. Она не может учить. Ей запрещено рот разевать даже. Жены ваши в церквах домолчат. Вы это выполняете? Да у нас проповедуют. Ну вот и весь сказ. Я по порядку. Как вы одеты, как поступаете. Посты соблюдайте. Ну когда надо? Да никогда не надо. У православных больше половины в году постные дни. А какая разница, что человек ест? Ой, большая. Три отрока у Даниила написано. Со царского сала не ели, а ели овощи. А когда проверили, они лучше выглядят. Им Бог что открывал? Благодаря посту и молитве. Они мальчики были еще, ну юноши. Ну вот встал я и все места Писания. Я говорю, ну а это как вы понимаете? Вот явится на неме знобение Сына Человеческого. Христос. Я говорю, и затем увидите Сына Человеческого. Что, за Сыном Сына? Не получается. Я говорю, это крест животворящий. Крест, который на храме мы носим на шее. Изображаем на себе животворящий крест. Которого сатана боится, потому что его уже, он победил крестом. Но не знает. А глаза, гляжу, потусклые, ничего не видит. Я говорю, бери ребятишек, да к нам приезжайте в деревню, отдыхайте пока летом-то. Там, может, что-то поговорим. И вот с кем не начнешь говорить? Никакого понятия о церкви. Вообще никакого. Притом и баптисты, а они ближе всех к церкви. У них еще так. Адвентисты в 1841 году отделились. Джон Смит, Елена Уайт. Там уже сохранились все ошибки баптистов и добавили свои. Души нету. Ада нету. Вообще ада, оказывается, нету ада. Как Валан говорит, надо же. Говорит, ни дьявола, ни Христа, ни черта, никого нет. И что с вами? Это мастер и Маргарита фильм стоит. Там Балисашвили играет, да Валанда, чудесно так. Есть все это. Все это есть. И поэтому вы не церковь. Эти слова даже не употребляйте. Она идет от апостольских времен. Вот от апостола Петра, рукоположенные, это католики. А от Андрея, его брата, от Андрея, а епископаты. Следующие епископы собрались. Два-три епископа, еще одного руку полагают. Два-три, не один. Дальше. Это от Андрея у нас православных. Вот в Арфоломея, это еще что есть? Григорияна Армянская, Копская и Сирская. Все, вот пять. За пределом одна ересь шумит. Это уже не церкви. Те, которые сохранили рукоположение. Многое по-другому, это не важно. Это в главном единство, в главном, что это церковь. Мы всегда договоримся до истины. Вот, раз есть душа, то мы верим, каждый день молимся. Вот у меня оружие. Где я беру силу? Стоюсь перед образами, я три святое прочитал, потом сто поклонов. Вот здесь вот я перечисляю по именам 77 человек умерших. Апостолы, евангелисты, все пророки, которые в Библии известны. И таких вот заходов, так назовем, в день я должен сделать семь. Ну, почему? 118 церковь, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. За Майдан, за войну, за убийство. За суды, не за то, что дождь прошел. И вот, когда начинаешь говорить, я говорю, ну, вот это место, как понимаете, не знают. Ну, назовите, вот как вы верили, как у вас все идет. Во втором веке не одного. В третьем? Ну, назови одного хотя бы. Я тебе назову. В первом веке у нас сразу попадает, вот, там, 48. Во втором столько-то. В четвертом веке там очень много, больше 600. Это канонизированные, которые умерли за Христа. Которые отдали жизнь. Вот у нас община в Потеряевке, она называется в честь священномученика Анфима Никомидийского. Город Никомидия, столичный город в этой части света был. И у него была община 32 тысячи. 32. Все до одного сгорели, и ни один не вышел из храма. А у храма поставили жертвник, мясо возьми, положи на него. Идола признай. Ни один не вышел. Сегодня был он в книге Геннесса был бы. А лагерь у меня назывался в честь Климента Анкирска. Тот умер в 302-м, казнили его. А это в 312-м. Тут уж три года осталось, когда государственная религия станет. Он больше всех за всю историю мировую пострадал. Его мучили. Не сидел, а мучили. 29 лет 11 месяцев. Его так на пике насаживали. У него, говорит, проходили через все органы и наружу выходили через тело. И Бог давал ему жизнь. И, наконец, амнистия его выпустили. И там богослужение было. В это время войны ворвались, его ударили. Он прямо над престолом. Голова только на коже осталась, и все. С ним был еще диакон Агафангел. И мы в честь его назвали наш лагерь. Потому что Климент этот был когда 7 лет. Остался сиротою. Его мать передала, умерла. Умирала, когда богатые свои подруги. И у него были средства. И он, ребятишек, голод был, бросали у дорог, валялись дети. И он подбирал их, обмывал, кормил и приводил к святому крещению. А мы как раз в лагере нашем этим и занимались. Мы бедные. И никому не отказывали. И за 45 лет я начальник детского лагеря. Государство ни одной копейки не дало. Только меня гнобили и гнобили. И ничего не могли сделать. Вот начинаешь когда говорить, вот а мы такие названия. И недавно у нас тут, называется, мессианские евреи. Они признают мессию. И в нашем... Вот я вам скину, когда закончим говорить, я вам кое-какие данные скину здесь, в скайпе. Наши занятия идут. Вы знаете, что у нас три раза в неделю идут по скайпу занятия? Да, видел. А, видели. Ну, тогда можете зайти. Я кое-что скину вам. Вот поэтому мы верим, что эти души живые, апостолы живые, и они среди нас находятся. Но они на небе. Ну, мысленно мы соединяемся. Я каждый день прошу, святой апостол Павел, моли Бога о нас. Иоанн Златоуст писал толкование. Он самый плодовитый святой отец. В 407 году только умер. Ссылку послали. Он до ссылки не дошел. Его волоком тащили. Патриарх Константинополя. 12 томов осталось. Тома это у него там по 800-900 страниц. Толкует весь Новый Завет и Ветхий Завет. Самый плодовитый оратор. Золотые уста прозванный был. И вот когда мы смотрим, как у него прошла жизнь, да мы рядом не стояли. И он открывает. Вот мы берем толкование. Блаженный Афеофилакт он из разных святых отцов взял. Вот у нас толкование откровения. У меня трехтомник вышел. Три тома. Видели? Да. Красный. Это полное толкование Нового Завета с откровением. Впервые за 2000 лет вышел. До этого было до откровения. Дальше не шли. Наше издание по 8 параметрам лучше самых хороших. У меня своих 38 книг вышло из печати. Вот. И мы поездку-то сделали от Владивостока до Лиссабона. В Германии несколько раз были. Нам это все известно где. И поэтому, когда мы молимся апостолу Павлу, мы чувствуем, как мы к нему обращаемся. И вот Иоанн Златоуст однажды пишет толкование на филиппийцам. А у него проклотое имя такое. Секретарь. И приходит один человек, говорит, меня там вот-вот арестуют и могут казнить. Он пришел у него защиту искать. Он говорит, я сейчас посмотрю, в скважину посмотрел, а он пишет, сидит. Ян Златоуст. А рядом стоит, над ним кто-то наклонился человеку. Когда он прошел-то, я рано пришел. Когда он зашел туда, тот человек, но говорит, я не могу его прервать. У него прием идет там. Тот пришел в следующий день, он опять нет. Тогда этот секретарь прокал, говорит, я вообще домой не пойду, буду сидеть в прихожей здесь. Посмотрю, кто заходит к нему. И никого нету. А потом заглянул, а человек опять стоит. Но он тогда решил зайти. А этот человек говорит, у меня завтра суд. Ну, говорит, ждать некогда. И он постучал, скажем, зашел. Никого нету. А как же я сейчас видел? А кого ты видел? А он посмотрел, а у него икону. Он говорит, а это вот он, он стоял. А это икона апостола Павла. Он понял, что апостол Павел с ним, и ему толкование дает. И тогда Златоуст, он многие там местописания различные, он решил все отложить и только посланием Павла заняться. Это там 8-й, 9-й том, 11-й том его произведения. Вот как. То есть вы говорите, среди нас апостол. У нас тоже. Что бы вы ни назвали. Вот есть такие свидетели Иегова. Это мы, я говорю, свидетели Иеговы, православные. Баптисты, это которые крестят. Это мы баптисты, у нас крестят. В общем, у нас все до одного в полное погружение, сознательно. Я в пяти университетах вел занятия. Пришли. Кого вы ни называете, 50-ники. То я говорю, мы православные 50-ники. Мы знаем сошествие Духа Святого. Мы получили это рождение. А у вас все выдумали о фальш. И вот это зашли. Если вы были на занятиях, видели там Евгений Трабко. Еврей. И он мессианский еврей. Я, говорит, пять лет только среди сектантов. Везде ходил и покупал литературу, аудио слушал. Но на наши зашел один раз только. И все порвал. Сейчас принял крещение полное. Там на Ильонской горе. Монастырь есть Мария Магдалина. И тут одна семья тоже. Один раз только зашли на наши ресурсы-то. И сразу отошли от этих мессианских евреев. Приняли крещение. Она была ревехкой. Сейчас она Анастасия. Учится в университете. То есть один раз. Это человеку нельзя сделать. Он ревностный. Так это Бог делает. Тут совсем ни при чем я. А то сейчас у нас миссионерские отделы появляются. Я говорю, это обман самый большой. Ты можешь образовать проповедический отдел. Проповедики. Самые хорошие, я вам назову, кто были. Очень хорошие. Ну, Цезарь Кай, Гитлер, Сталин, Ленин, ну и дальше Троцкий, Фидель Кастро. Это проповедники. Свои идеи. Благовестники. Очень хорошие бывают у сектантов. Они хорошие. Просто проповеди говорят у баптистов, у адвентистов. И у вас, конечно, они есть. Это не в церкви. Вот. А миссионеров вот тут может и не быть. Миссия – это труд Духа Святого. Апостол Павел, говорит, названы деяния апостолов, но правильнее назвать – деяния Святого Духа. Это нельзя сделать. Что они делали? Пошли туда. Дух не допустил нас, Павел говорит. А тако? Второй раз пошли. Туда не допустил. И тогда ночью является македонянин, там, Югослав. И говорит, придите к нам, помогите. Дух Святой – это открытие. Надо ли, надо говорить. Он каждый шаг контролирует. А вы, я говорю, не знаете это, а только придумывайте, деньги получаете. Назовите проповеднический, благовестнический, регенский. Это можно. Миссионерские курсы Бог не создавал нигде. Нигде. Он подвое посылает. Миссия – два человека. Ну, третий может быть водитель. Вот мы ехали двое, и водитель, и собака. Миссия – это труд Духа Святого. И вот вы что, пришли, вы говорите, да случайно. Случайного нету. Конечно, да. Мы молимся об этом. Я рассказывать, когда начну, люди, неужели это так? Я говорю, я знаю, я каждый день имею общение с Богом. Православие как бы не принято. Нет, это принято как раз в православии. Вот Серафим Саровский вдруг ему приходит, сердце открывается молиться о русских архиереях и священниках. В силе неблагополучно в церкви. Ни о царе, ни о князьях. Молится он только о священстве. И молится на камне трое суток. Дальше Бог заговорил с ним и отвечает. И он говорит, Господи, если никак нельзя, меня там, книги жизни вычеркни, но их только сохрани. Бог говорит, я знаю, кого вычеркнуть. И не проси за них, я не пощажу и не помилую. Ибо они, говорит, проповедуют человеческое, а не божественное. В вымысле человеческие ненавижу, а закон твой люблю, говорит Давид. 118 Псалом, 113 стих. И Бог ему ответил. Это третья том священнослужители книга, настольная книга, 601 страница. И вот на это мы ссылаемся. И Антон Таус говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о, священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться. Ибо за ней умер Христос, как Павел говорит. А ты соблазн подал. Не буду есть мясо, вообще в рот не возьму ни вина, чтобы не подать соблазна. Ибо за эту душу умер Христос. А сегодня они рассеяли, столбцы куда? Ведь процентов 90-то бывшие православные, которые по сектантам-то идут. Поэтому, что вы сказали насчет апостола, я не знаю, как они понимают. Мы понимаем так, что они на небе. И мы молимся, им дано видеть, знать. Мы просим их обязательно. Божьей Матери Христу. А что без этого нельзя? Это принято и проверено. Мы не одинокие. А люди, которые не признают, они сироты. Дома не знают. В Америке такие тоже, они послушали маленько-то. И их Господь коснулся. И они-то, давай так, давайте мы еще разойдемся. Там человек, может быть, их было 20, а общая-то была большая. 2000 человек. Давай, ты занимайся литургией, как причастие. Я буду по Божьей Матери, всю историю подниму. А мы об апостоле Павле. Через год собрались. И все давно говорят, мы не церковь. Больше не надо доказывать. У нас ничего этого нет. Ни истории, ничего нет. Мы знаем год возникновения. И 2000 человек подали прошение о принятии. Все приняли крещение. И сразу где-то 9, что ли, дьяконов рукоположили им. Они в греческую православную церковь вошли. В Америке. И главный у них Питер Гилквист. И называется «Возвращение домой». Вы зарядите. Питер Гилквист. Запишите. А потом зарядите в интернете и найдете. А там даже ролики есть. И книга. Питер Гилквист. Г. Гилквист. Называется «Возвращение домой». Книга. Питер Гилквист. Угу. Вот я сейчас вам покажу. Видимо, кто-то взял. Она зеленого цвета такая. Прям недавно была. Я по интернету показывал ее книжку. «Возвращение домой». Ну и пресентировку в руку положили. Они относятся к антиохийской церкви. И поэтому относительно пребывания у вас апостола. Какого у вас названия? Какое ему апостолу? Его фамилия Лихняк Иван. Так это сегодня на земле живущий который? Да, да. А я думал, что апостолы, которые тогда были, они к вам сошли. Не, не, такого нет. Это нигде такого нет. Апостолов было только 83. Больше не было. 70, да еще 12-72 апостолов. 73 больше не было никогда. Это выдумщики. Комедию ломают. И вот они утверждают так. Писание написано. Во-первых, в церкви апостолы. Во-вторых, те. В-третьих, те. Они, значит, актуальны сейчас должны быть. Но у нас присутствует только один апостол, пресвитера и епископа. Больше никого нет. Я говорю, а где дары Духа Святого? Дар слово мудрости, дар слово знания. Где эти братья? Их не называют. Их нету. А апостол должен быть. Ему все подчиняются, его все слушаются. И огромная проблема в чем? В том, что я как ребенок ходил в собрания и по сегодняшний день нас постоянно учили так. И этот апостол ездил по церквям, ездил, трудился. Трудился в смысле приезжал, проповедовал. И всегда говорил так. Епископов, пресвитеров ставит сам Бог. И только ему Бог открывает, ночью, днем он закрывает глаза, Бог ему говорит голосом. И он говорит имя, фамилию, кого поставить? Епископом или пресвитером? Хорошо. Я когда был ребенком, я с этим соглашался. Но когда я подрос, когда я начал желать действительно духовного развития, я стал читать глава, которая говорится про епископов. Они должны быть муж одной жены, не биться, не пьяница. все вот это есть в Священном Писании. Я сказал, а зачем тогда вырывать вот этот лист в Священное Писание, который ясно говорит, какой он должен быть, если Бог голосом открывает. Но люди все равно это отвергли. Почему? Потому что это же надо делать по-честному. А так это можно голосом сказать, вот будет тот или тот будет. Но человек, я сейчас, по-моему, понимаю, тот человек, который угоден апостолу. Тот, конечно, и будет епископом или пресвитером. Парадокс в чем? В том, что вот это вероучение и вот это понимание Христа, которое основано на плоти, не на правде, а на плоти. И сейчас прошло уже сколько лет, и такие случаи появились. Сейчас этот апостол, значит, фамилия его Лихняк Иван, ему уже за 80 лет, и он сейчас болеет и никуда не выезжает. И сейчас учение стало по-новому. Так как он не может выехать, он звонит по телефону и говорит одному епископу, я тебе доручаю, выбери кого хочешь и поставь на дело служения. То есть учили, вот занимались неправдой, учили 30 лет, что ставит только сам Иисус Христос голосом ночью говорит этому апостолу, а теперь этот апостол, так как он стал старый, он стал препятствовать своей плотью, действуя Духа Святому, а теперь можно по доверенности ставить, выехать, и на усмотрение епископ может любой поставить. Я говорю, зачем нас обманывали всю жизнь тогда? Все равно ворачивайтесь же к тому, как написано на священном писании. То есть в этом весь происходит парадокс. Также парадокс происходил в том, когда у нас не принимали святой образ, икону Иисуса Христа. Говорили, что это идол, нельзя вешать идол на стену. Но уже прошло лет 10, это по нашему разговору, по нашей инициативе, когда мне все время нравилось носить распятие Иисуса Христа на груди, распятие, то мне, конечно, пятидесятники, сектанты, они соответственно говорили, убери этот идол. А я говорю, как убрать этот идол, когда мы читаем Писание и приходим на причастие, смерть Господню крестились, вот наша смерть, она мне напоминает каждый день, чтобы я не грешил, чтобы я стремился в жизнь вечную. И так же с образом. И поэтому в нашем понимании учения, вот как у меня там сзади, может быть, видите, наверное, на стене образ Иисуса Христа. Да, да. Вот. Образ Иисуса Христа на стене, чтобы был. Вот мы с этим апостолом разговаривали, когда он еще на ногах был, когда ходил, и говорили, как это так? Мы христиане, веруем в Христа, а Христа не можем на стену повешать. И вот здесь, вот в этой комнате, в зале, с детьми мы молимся, вот в сторону образа, уважения, какое-то должно быть. А то называли идолом. И сейчас я даже знаю, не пятидесятники сиониста, а сами пятидесятники и другие расповедания, они этому категорически противятся. И не хотят это. Но свои фотографии, когда они делают, там бабушки, дедушки, детей, они вешают на стены. Но я говорю, вы же свой плод вешаете, это же вам нравится, но вы же любите Христа, вы хотите быть со Христом, почему вы не можете Христа повесить на стену? Это люди не хотят. И поэтому я сейчас понимаю, что лукавый людям дает на ум, не надо вот этого делать, чтобы подальше быть, чтобы только наружнее, образно сходить в собрание. Три раза в неделю у людей понимание такое, с чего я вырос. Конечно, я сейчас стал другим человеком, новым человеком стал, но в то понимание, как сейчас люди ходят, пришел в собрание образно, Богу отдал, посидел два часа и ушел. А внутренний не таков. Устами чтут меня, а сердце их далеко от меня. И когда пытаешься с ними разговаривать на вот эти темы, действительно, что по Библии, им людям это не интересно. Они уже годами ходят в собрание, читают Библию, но это им не интересно. И поэтому я их, таких людей называю духовно мертвыми. Но вот мертвому, что возле носа вкусный обед пронеси, что какую-то вонь пронеси. Ему без разницы. Туда его толкни, или сюда его толкни, мертвого человека. Им это без разницы. И поэтому здесь вот эта вот особенность, в чем я беседую с людьми. То, что настоящий апостол, они говорят, должен быть на земле, и Бог ему должен говорить. Вот это самый первый вопрос, который они очень, очень страшно боятся. И этого апостола надо принять. Но опять, жизнь нам показала, что апостол ездить не может. И делают уже по-другому. То есть, сами обманывают себя. 30 лет учили других людей, значит, что и пятидесятники, и не сионисты, и пятидесятники, и баутисты, они действительно, и православные, они действительно, потому что у них нет апостола, которому говорит на сегодняшний день Бог. А тут здоровье ухудшилось, ну, понятно, человек стареет, и Бог перестал говорить. И они сами взяли на себя епископ, один пошел, поставил в другом городе другого епископа, один епископ в одном месте поставил сына своего, зятя, свата. И вот этим обманом люди как бы занимаются. В этом вопрос. Второй вопрос, очень актуальный сегодня, это по описанию написано «Юноши ваши будут видеть видения». И они говорят, «Мы, живая церковь, все остальные погибшие». Вот вот этот нацизм в церкви, я понимаю, как люди говорят, потому что они будут меня слушать потом, но я хотел бы, чтобы они это все, когда будут глядеть, из ваших уст услышали вот этот ответ. В их непонимании никто не спасется, только спасется вот эта живая церковь, где есть апостол. И у них постоянно в каждой проповеди, в этом учении «Мы спасены, наши имена записаны в книгу жизни, мы достигли уже, мы уже как бы билеты наши куплены там». А я когда начал слушать вас, когда до этого начал читать писание, то ясно прочитал, «Мы спасены в надежде, если стоишь, берегись, чтобы не упасть». То есть всю жизнь надо напрягаться, каждую секунду, каждую минуту надо напрягаться, чтобы туда достигнуть. А они за столько лет в таком понимании, что они уже достигли, у них уже это есть, а другие вообще не спасенные, основано на этой гордости, внутренности, на этой гордыне. И к таким людям очень трудно подойти. Как это так? Я спасен, не хочешь мне сказать, что я там что-то неправильно делаю. Я говорю, я раньше был таким сектантом, я других людей ненавидел, я вот сам лично. Я говорю, сжечь надо, они все равно Царствие Божие не наследуют. А потом, когда у меня открылся разум, когда я стал читать, понимать, и меня в этой же церкви сделали таким же, как я раньше я других делал. То есть, что противник, Царствие Божие не наследуют, разрушают дело Божие. А я говорю, я дело человеческое разрушаю, я хочу людей спасти. И вот это второй вопрос, веденцы, так называемые, на Украине их называют сосуды, такое вот смешное слово. И они говорят, что видят, слышат, что им Бог открывает, ангел им открывает. И вот они собираются, когда на собрание, среда, пятница, воскресенье, вот человек, когда встает на проповедь, читает, они закрывают глаза, наблюдают за ним, потом встает, другой читает, когда кто-то поет, когда что-то делает, они наблюдают. Вот в таком их понимании называется это наблюдать. И, значит, я вот стал, прочитал Слово Божье, значит, и в конце собрания они говорят, вот когда этот брат читал, значит, вышла там кружка, вышла бокал, птица пролетела, поезд проехал, самолет пролетел. И все этому свято очень верят. Верят, пока все хорошо. И, соответственно, такое происходит обман. Обман в чем то, что я говорю, объясняем это так, если Бог хотел открыть что-то кому-то в Старом Завете, то это мы можем, ну, вообще в Библии, перечислять на пяти пальцах. Пришел Иосиф, и сказал, Иосиф, встань, возьми дитя, иди в Египет. Я говорю, это то же самое на сегодняшний день. Мне бы сейчас явился ангел, сказал Александр, собери свою семью, заведи машину, и езжай в направление Швеции, иначе здесь будет потоп. То есть конкретно факт, конкретное дело, если Бог что-то действует в каком-то смысле. А то птица пролетела, машина проехала, бутылка с вином стоит, и в этом учении появилась такая интерпретация, я называю ее азбука Морзе. Что, например, вышла, увидела там бабушка какая-то кукуруза, значит, будет скорбь. Значит, увидела там, брат стоит, проповедует, тарелка борща вышла, значит, хорошая проповедь. То есть такая получилась как бы азбука Морзе в понимании верующих, что вышло, и как это интерпретировать. Я говорю, а почему вы на себя берете власть интерпретировать то, что вы видели? И, соответственно, в так называемой церкви власть перешла вот этим веденцам. То есть человеку, кто ему понравится, кто захочет, за того белое выйдет, а кто не понравится, за того черное выйдет. А черное, значит, все от тебя отталкиваются. Вот когда я и мой зять начали вот именно углубляться, читать и обличать, не просто рядовых, а обличать епископов, разговаривать с апостолом, то люди, эти веденцы так называемые, даровитые их так еще называют, они видели за нами, что значит черное, что мы Кореи, Нафана Верон, что нас Бог скоро поразит. Ну, то есть, вот эти вот такие вот сатанинские высказывания, которые Христос пришел и говорит за нас пострадать, а вы хотите уже поразить нас, то в понимании людей, простых прихожан, они, конечно же, думают, ух ты, как-то Бог про них говорит. Саша с Андреем говорят что-то не то, значит их не надо слушать. И вот этот второй вопрос очень важен, я хотел бы, чтобы вы объяснили вот это слово понимания юноши, будут ваши видеть видения, потому что они называют себя даровитой церквью, в других церквях ничего нет, а мы пришли на собрание, помолились, Бог нам отвечает, а в других церквях Бог с ними не живет. Как он? Они же не знают, услышал Бог, не услышал, а мы знаем, что Бог нас слышит. Вот. Зацепились только за дни видения. Я говорю, а где пророчества? Ну, были пророчества, пророчествовали там люди, как у писятников пророчествуют, а где дар истолкования? Такого нету. Других где дары? Нету. Только вот зациклились на одном. И опять же, все делается лицеприятно. То есть видение, когда и сидит епископ, пресвитер, этот брат ему симпатичен, и та бабушка или кто-то там с братью видит за него видение, это подходит, это подходит в видение. И они уже говорят, правильно это или неправильно. Опять же, обманывают того же самого Бога, обманывают этих самых же прихожан. Вот. Я хотел бы, чтобы вы объяснили, вот юноша будет ваше видеть видение, и как это должно в церкви быть. Конечно, это понятно, по Писанию должно быть, но как это должно проявляться. Вот этот самый страшный обман, ставление епископов голосом с неба и виденцы в церкви. И люди потом слушают, не меня как брата, когда обличи брата, не понесешь за него греха. Иди выскажи брату один на один. Они это не принимают, а делают ударение, это же сейчас прямо сказал сам Бог. Вот как этим людям показать по Писанию, чтобы они поняли, что надо правильно это понимать? Ну, если они вписаны в книгу жизни, я так поставляю, они примут. А так они не примут. Я был у 50-ти, как бы проповедовал. Они прямо объявляли, вот у нас православный гость, и давали. Вот точно так же. Только кто-то что-то сказал, а эти сидят, глаза опустили, что видел? Она так скромно. Ну, вот у нас хор маленький такой, там человек пять пели. А я смотрел, и два хора, один в том углу, а другой в этом. Она поясняет, взять, ну, вот он хороший. А другой приехал туда, где-то на Украине-то. Ну, а там что-то не заладилось, который называется тоже Пресвитер или Епископ, я даже не знаю это. А он сказал проповедь, и понравилось. Тогда одна сестра у них, говорит, соскакивает, и на Пресвитера прям сразу же пошла. Ты занимаешь только место, у тебя ум деревянный, картонный, фу, на него. А вот этот приехал, брат, его надо ставить. Он, говорит, взял меня, говорит, вывел в сене, и спрашивает, ты откуда? Он, говорит, из Барнаула. А кто такой? Ну, я вот, отходь же, как вы, писядники. И он меня тут же в сенях рукоположил, говорит. Ну, то есть, это даже детской игрой нельзя назвать. Вот мы считаем, когда что-то, это все уже давно объяснено. Есть такая система, по которой святые отцы отобирали. Главное, чтобы не противоречило ни одному месту Писания. Не так, что одно место так, а другое тронул, все развалилось. Нет. И о снах Иоанн Касьян говорит. Я даже называю, кто. У него написано это. Как проверить сон, видение, от Бога или нет? Говорит, только один признак. Если ты видел распятие, которое на вас во сне, это от Бога. Но сам не толкуй. Бог, если надо, раскроет. Но от Бога, провери, дьявол может все сделать, и Христа показать, ей Богородицу, он крест не может сделать. У него материала нет. Потому что крест это смирение. А Сатана говорит, терпеть не могу. Крест. Если видели, это от Бога на 100%. А теперь иудеи требуют чудес, еле наищут мудрости. Иоанн Таталус говорит, мне чудеса не нужны. Бог будет судить не по чудесам, а по вере. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Я не нуждаюсь в этом. Я вот за всю жизнь не слышал ни одного голоса, ни одного слова, ни одного видения у меня не было. А Бог открывает столько, что сам удивляешься. Бог открывает. Как? Я молюсь, а в это время Бог открывает. Время молитвы, как бы строка в мыслях мелькнет, не в деле. Вот у меня написано стихи, четыре тома по 800 страниц. 3467 стихотворений, каждый по 9 куплетов, по 4 строчки, 36. И эпиграфы взяты. Сегодня смотрят, я считаю, в литературном институте, они ахнули. А где вы берете где-то? А я показываю, вот где я беру. Если я одну строчку записал, а потом проходит, может быть, неделя, я время выберу, строчка перед глазами, теперь все остальные плывут, я их записываю. и 3,5 тысячи стихотворений у меня черновики, и ни одной помарки нету, я пишу с чистого листа. А теперь у меня берут композиторы, кладут на музыку и поют теперь их по эфиру. Вы где взяли? Я ничего не брал. Мне Бог дал, я тогда протянул руку и все. Это Господь делает. Это в 9 лет. За 9 лет 38 томов книг вышло. Больше 30 тысяч часов провел за компьютером. Это невозможно, все знают. А как? Не знают. Сегодня только у меня выходят два уже ролика, я обрабатываю по материалам свои, отдельно, по комментариям. Это ни худо, ни бедно. Каждый том 752 страницы. Сегодня я один только за день обработал. Это Бог делает. Вот Бог, когда делает, Он делает тихо, смирно, ни шума никакого нет, ничего. Я только об этом думал и молился. Я все время молился, Господи, Ты мне это доверил, а сил не хватает. Дай мне помощников, если угодно тебе. Я молился 37 лет. И в этом году Бог сразу дал 7 человек. Притом из Америки, где-то там из Германии. И теперь они программисты. Они работают, и то, что у меня было насчитано, они превращают в файл, и теперь мы все это выставляем. У меня на моем ресурсе в Ютубе 10 700 роликов. 10 тысяч. Иные по полтора, по два часа. Это невозможно. Это никак. Вот сидим за столом, тут сидит митрополит, епископ, и митрополит это выше. И в Америке, когда я был. И вопросы задают, и вы это помните? Ну, правила, это 719 правил. Вселенских соборов где-то. И я не думаю об этом. Я только спросили. И они у меня как перед глазами стоят. Я могу сказать, глава какая, стих. А как это? Я ничего не знаю, еще раз говорю. Я ни голоса, ничего не слышу. Вот одна из Италии пишет. Я приехала тут, вышла замуж, дети народились, дети неверующие, конечно. Я думаю, в Россию переезжать. Переезжать, не переезжать? Я говорю, что, ну, помолитесь. Да что, у вас в Италии нету, там Папа Римский рядом. А мне уже сказали, вы молитесь, вам Бог всегда отвечает. Я говорю, я не знаю это. Ну, буду молиться, ладно. Как тебя звать узнал? Она через неделю. Ну и как? Я говорю, еще нету. Еще неделя, месяц, второй. Она нет, нет, да зайдет и спросит. Один раз уже третий месяц идет, я ответил, еще нет. Только ответа, еще нет. Стал на молитву, ответ пришел. Я сразу ей даю звонок, я говорю, ответ пришел. Ну, давайте. Она думает, я сейчас скажу, собирая манатки, езжай в Россию. Нет. Я отвечаю местом Писания. Я говорю, вот такое место Писания, которое у меня просто как зазвучало, как бы, я ничего не слышал. А теперь возьми это место, напиши на бумаге и пойди к духовнику, к священнику, где ты причащаешься-то. И чтобы он помолился и открыл, я тебе ничего не могу открыть, мне не дано. Мне только Бог открывает послан. Слово своему Андрей Кураев об этом говорит. Какой пиетет, любовь к священному Писанию. Я там целый, говорит, Игнатий поднял, целые пласты, забытые нами, о мощах там, обо всем. И они ничего не могут. Мои книги 15 лет исследуют, разные центрские отделы, Одесский монастырь, Киево-Пещерская лавра, и ни одного слова не говорят. А что они скажут? Я говорю, а что они отвечают? А мне говорят, это что они, самоубийцы, что ли? Все должно быть основано на слове Божьем, и на своем не надо настаивать. Так сказал Господь. Все. Вот бывает, ну, у меня уже несколько человек, говорит, я спал, говорит, и вижу, говорит, вы подходите ко мне. А вы меня знали? Не знал. И подошли мне, как дали сапогом, говорит, по моим ногам. Чего лежишь? Встань, молись. Я говорю, соскочил, молиться сначала. А потом вас нашел, кто вы такой. Другой пятидесятник, в Америке. Я, говорит, лежал, и как в тумане, будто вы проявились. Он давай раз, и меня тоже нашел, показывает. Другой там в алтаре молился, ему вдруг Бог показывает. Я стою, а он дело большое затеял. То ты получишь благословение. А он решил, там, сопки на Абакане, там, чуть и пол сопки срезать, пасеку, и мед будет особо экологический, японскому императору будут продавать-то. Я говорю, знаешь, он был Вячеслав, а сам принял, теперь он Никодим. Я говорю, готов сухари. И главное, что он лежал, у него видение было, как на потолке. Лампочки загорались. И он написал письмо Горбачеву. И оттуда ответили, отпустили денег, прислали бульдозира, и стали копать гору. На государственном уровне. А я сразу сказал, у тебя ничего не будет. Ничего у тебя не будет. Готовь сухари. По этапу пойдешь. И у него так все и завернулось. Приехал какой-то священник, не священник, диакон. Его нашли на сосне повешенном. У него сестра была, я ему сказал, ты не дури. Ты суши сухари. У тебя ничего больше не будет. А ему видение было, чтобы я приехал, взял на себя руководство, и там что будет. Этого не надо. Ты просто работай, сажай картошку, корми ближних, где можешь, и молчи. Тебе не дана эта мудрость. Она от Бога дается. И очень-очень редко. Очень. Это не на земле лежит. Оно оттуда дается. И как? Никто не может сказать как. Откуда приходит и куда уходит, никто не знает. Ветер-то дует, говорит. И ты жужжание его слышишь, как в немецком языке сказано. Ну, не знаю. Я как-то здесь, когда был, я занимался языками, я у немцев проповедовал в их собрании на немецком языке. Сейчас все забыто. И я когда обратился, я в это время на семи языках занятия вел. Я все бросил, связал книги и в погреб. Бог открыл новую жизнь. И началась эра гонений, тюрьма, лагеря. Это мое. Во славу Божию. И поэтому вы пришли, я только могу Бога прославить. У меня материал есть, я вам скину. Вы по ним пойдете, что-то найдете. Но только вы не церковь. Это абсолютно точно. У вас никакой связи нет. И церкови не называйте больше. Это не епископы. Это обманщики. Их называют лютые волки, нещадящие стадо. Епископы, когда есть рукоположение от Папы Римского или от кого, чтобы от одного другого называется хиротония понисходящая. Они никого нету. Как он себя провозгласить мог? Откуда он благодать получил? Ни одного вашего епископа не было. К вам никто не переходил от католиков. Это обман. Это не церковь. Это ересь. Спрашивают сейчас, а какой тебе динаминации? Спрашивать надо так, а какой ереси ты принадлежишь? Церковь, вот, пять частей. А остальное все ересь. Все, сто процентов. Начинаешь говорить, в течение одного утра побеседовали, сейчас он немец у меня, немец, преподаватель Томского университета, физик-математик. И он был у баптистов, а его привели ко мне. Мы сели беседовать, утром полпятого закончили. И он встал, говорит, я уже православный. А руководитель молодежи, менонит, немецкий. Он закончил семинарию, академию, сейчас доктор богословия. Если хотите, зарядите его. Геннадий Фаст. Фаст, да, да. Вот, найдите его, там и до рождения свыше, и все, он в моем доме пришел, в моем доме. И который я сейчас трех томики выставляю откровение, толкование. Это он прошел по всем святым отцам с первого века, выбрал все и общую дал картину. Ему Бог открыл. Геннадий Фаст. Он в Абакане, Хакасия. Он сам с Караганды, с Казахстана. Да, да. И у него брат должен в Германии быть. Это не брат у него, это там племянники. А, может быть. Второй брат, который в Вильгельм, был здесь, он умер. Потому что отец мой знает брата его, который в Германии... Может быть. Они туда ездят. Кто-то у них там есть. Я не могу сказать. Близкой связи нет. А он в моем доме. Потом принял крещение здесь полное. Он уже был у 50-ти, языки получил, там разговаривал. Он все это отмел, как будто никогда не было. И он понял. У нас, говорит, толкование от головы, а у православных от Духа Святого. Это вот один день, одна встреча. И от прежнего у него ничего не осталось. Вот этот, которого Кришнаит-то зарезал, Геннадий, он комсомольский работник с Украины был, Яковлев. Он тоже в моем доме. Я в это время закончил материал по масонству. 14 лет я ему отдал. Архипелаг ГУЛАГ надо было насчитывать. Искал щитца. А как? Я определю по голосу. Я его сразу вычислю. С тысячи голосов мне сразу будет показано. Это он. Как? Просто опыт. И вот встали утром. И сны не рассказывай. А ну тут такой сон яркий. Я жене говорю. Знаешь, говорит, такой сон был, что сегодня должны прийти ко мне два молодых человека. Один из них останется, а другой уйдет. А кто? И в это время в дверь стучи открываем, а их как раз двое. И вот один остался, он станет потом яромонахом, и вот когда откроет ночью дверь, то Кришнаид ему заточенным электродом ударит, голову отрежет и на престоле бросит. Атавтурия. Если зарядить, его уедет там. Я на днях выставил его ролик, переписку. Могу потом скинуть даже. Геннадий Яковлев. Он отец Григорьев стал. Поэтому, чтобы наша встреча была продуктивной, одно попрошу. Пока не исследуйте, не называйте церковь. Это не церковь. Она церковь образована так, да у этих начала есть, ну когда там, сто лет больше нету. А почему они сионистами называются у вас? Я не понял. В этом учении, значит, сам этот апостол учил так. что Царство Божие будет на Сионе в горе Иерусалиме. А пятидесятники учили это так, что Царство Божие будет на небесах. Да. Вот. И разница с пятидесятниками заключалась единственная только в этом. И пятидесятники сионисты доказывали тем, что мы знаем полноту, и истину мы знаем, где будет Царство. Я говорю так. Даже оно будет на Сионе, где захочет Христос, что там будет Царствие. Но разобраться в том, как мы сейчас должны жить, как мы сейчас с ближними должны поступать, чтобы нам туда достичь в это Царствие, их это не волнует. Самое главное, мы знаем, нам рассказали, мы знаем, а вот они не знают. И они не церковь, это все еретики. Еретики. А еретики Царствие Божие на свете. Это сатана водит их. Двадцать одна тысяча сегодня названий таких. А сейчас некоторые выходят, к сионистам он не пойдет, а я отдельно. Отдельно. И в другом месте. И я отдельно. Друг друга встретились и тоже разошлись. То есть сегодня каждую неделю несколько сект новых возникает. А церковь была и остается одна. У ней толкование. Семь вселенских соборов. Правила. Вот ко мне приходит один из пятидесятников. Вот скажите, что нам делать? У нас проповедник хороший, но он впал в блуд. При любодеянии. Ну я открываю правила Василия Великого такое-то. Там написано на семь лет отлучается. И он, ну у нас пресвитер. Да это у вас лжепресвитер. Вы спросили церковное наказание. О, это долго. Долго. Ну они его там неделю там помурыжили, приняли. Потом приходит еще. Я говорю, Алексей, я тебе в прошлый раз ответил. Он опять согрешил. Он не может вылезти. Он пес мертвый. Он по блевоте не будет всю жизнь лазить. И они опять. Ну я говорю, я тебе открыл правила. Второй раз не спрашивай. У нас не положено спорить. Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Он сказал, остальное дело Божие. Мое дело сказать. Переубеждать мне не дано. До свидетельства поведут вас. Вот они сидят когда-где. А мне Господь давал сказать. Меня все время вызывал начальник тюрьмы и умер по-христиански. Следователь обратился, принял крещение с полным погружением. Следователь, мы склоняемся, я в Казахстане был в лагере, в тюрьме. А там, говорят, вчера ночью у вас семь человек зэком становились. Можно мы тоже с вами будем молиться? Каждый день у меня было примерно пять молитв по полтора часа. Ночью, утром подъем в шесть, я всегда в четыре вставал. Каждые два дня я просчитываю полностью псалтырь. Тысячи поклонов. За неделю Новый Завет. И как вечер, с восьми до десяти я проповедую. Дверь открывается, охранники стоят. Там камеры, никто не закурит. Я кого не спрашивал, кто сидели, никто даже не слыхал про такое. Почему? Не знаю, Бог так сделал. Я вообще о себе ничего не мыслю. У меня ни образования нет, ничего нет. Я просто люблю моего Господа. Как Андрей Кураев говорит, Игнатьев, им все равно, кто перед ним там. Епископ, патриарх. А мне, говорит, не все равно. Я думаю, что кто скажет, епископ. А я смотрю выше голов. Я заботюсь о них. Я вот обследовал. Патриарх тогда был еще митрополитом, этот Кирилл, который сейчас. Я взял его шесть вопросов, которые ему задали, как он ответил. И дальше я делаю полный разбор в книгах. Он ответил примерно на шесть вопросов правильно. А тогда был патриарх Алексей Второй Редигер. Ему тоже там задают вопросы, и он отвечает. Тоже около шести. Старобрящевский митрополит Адриан. Я также взял его, интервью давал-то. И на шестьдесят вопросов шесть правильно. Остальное неверно. Я даю, как задали вопрос, что он ответил, и что надо ответить. И какая причина показывает, почему он так отвечает. А теперь в книги вглядывается, согласны. Вот здесь не согласны, вот сказали. Проходит, года два приходит, ой, а как вы могли знать? Я повторяю громко, я ничего не знаю. Я одно очень хорошо знаю, что я ничего не знаю. Вот целый день сижу, а как Бог даст. Вот сейчас посижу, сейчас полтора прошли, опять на молитву. И все. Я доверяю Богу. А потом мы стоим, поднимаем руки, молимся и замолкаем. Говори Господи, слушай, траптой. Полное гробовое молчание. Что Бог даст? Это видит и как бы не принято у православных, а принято. В житиях святых там Агапия простирала руки крестообразно, другие, лежа на земле в приличном месте. То есть разная форма. Форма. Но поклоны это само собой. Поклоны это... Поклонов сатана боится очень даже. Тоже видение есть. Молятся иногда вот так вот. А куда-то руку сюда вот так вот Путин правильно молился. Я говорю, его кто развратил-то? Патриарх или кто? Сейчас молятся как попало. Ну надо... А кто-то увидел видение. Он руку-то не доносит до левого плеча-то. С правого плеча на левое. На левое. Справа на лево. А он не доносит. И видят, там сидит бесенок. А ему сказали, у тебя прямо видно бесенок сидит на плече-то. И он тогда донес руку, он сразу упал и больше не появился. Иоанна Таус говорит, ты небрежно крестишься, такому маханию руки бесы радуются. Бесы. И зачем Бога гневить? Везде, всюду мы заходим, говорят, там наружу выходишь, там поджидают, там такие генераторы, ну тоже всякие бреди. А вот выходим, мы говорим, отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. Это перед крещением слова. Теперь перекрести, открывай дверь, никого не бойся, все рухнуло. И что бы ни делали, а мне вот приходят и, а как вы живой остались? То есть была задача поставлена сорок киллеров, чтобы я не вышел живой. А я явился. Да как так? Ты же на галерах был. Бог и кесарь. Как гибридцы говорят, ну Бог-то Бог, но и мы помогли вам выйти. Ну вы, как Павел говорит, перечисляет, мы не отрицаем этого. Надо довериться Богу, не искать своего. Жизнь скромно. Скромно, скромно. А они этого не знают. Платить десятину, это благословение Божие. Ну что, я через неделю буду, я отдаю, я сам не могу закачать, это длинные ролики, там у нас администрация, у нас большой коллектив работает. А через неделю полторы этот ролик будет стоять, вы увидите. Так что следите внимательно на нашем Ютубе. Игнат Тихонович, этот ролик будут очень многие смотреть, значит, с моего окружения, с родственников, очень много, потому что они прекрасно знают об этом, что мое мнение они знают, и соответственно все будут это смотреть. Могли бы вы коротко, потому что, я не знаю, будут люди искать ваш тот ролик, где вы объясняли про тысячелетнее царствие. Но я хотел бы, чтобы вы коротко уточнили именно в этом ролике, еще раз рассказали, кратко по писанию, как оно будет. Знаете что, вы, когда посмотрите, им скажите, давайте выйдем вместе все, они с вами рядом будут, и каждому микрофон дадите, дадут вопросы, я вам буду отвечать на все вопросы, на все. Я вот в университете придобал, представьте мне, Бог как открыл, одновременно, в одно время, вот 9 лет, у нас 5 отделов милиции, городской и краевой, я регулярно веду у них занятия. Все воинские части охвачены, 5 университетов, техникум, 13 школ, соседние районы, заводы, фабрики, КГБ, полиция, это везде я веду занятия. Это нельзя вообразить даже, я ухожу рано-рано, и прихожу уже в потемках. Это Бог делает. И везде Господь касается души. Даже генерал мне и говорит, моя милиция стала себя тише вести в нашем крае. Тише вести. Тогда так, когда посмотрят, лучше всего так, каждый задаст вопрос, и слушает, я кратко постараюсь ему ответить. Это самый хороший способ. Чтобы они, ну, сами скажите, я знаю, скажите только, чтобы глазок вот такой был, у вас хороший глазок. Очень хорошо, ярко, не пересвечивает. Я не знаю, вам-то меня видно? Да, отлично видно. Отлично. Ну, вот так. Еще раз спасибо вам большое за то, что... Спасибо, Христос. Вы в своем видео показываете, вот мой дедушка, он слепой, всю жизнь был слепой, и он хорошие стихи сочиняет, христианин, насчет лени, и другой мой дедушка, он в России живет, в Омске, трудолюбивые люди. В ваших роликах мне понравилось, что вы показываете, и в преклонном возрасте сами встаете, делаете, побеждаете лень, и это очень красиво, позитивно влияет на многих людей, потому что я с людьми делюсь роликами вашими, и они смотрят на это, и действительно понимают, что это часть христианства, она очень огромна в этом, когда борешься с ленью, и трудишься, и пытаешься ближнему помочь. А вы знаете, Александр, почему, говорит, на правую руку, на чело будет положено очертание, почему не на левую, а на правую, а почему на чело, а не на щеку? Не знаю. А в четвертом веке, Ефрем Сирин, это святой, канонизированный, у него шесть томов, трудо поставлено, он ответил просто, чтобы ты не мог запечатлеть честный, животворящий крест, а незримой, которая, как говорится, печать, если ты перекрестился, значит, ты этим показываешь, что нету на тебе этого начертания, нету. Рукой, чтобы ты не мог делать добрые дела, а разумом ты неукоснительно будешь поклоняться ему. Это ответ. Сейчас, секунду, Кирилл, Вадим, сюда подойдите. Антон, сюда иди. Сюда подойдите. Они смотрят вместе со мной, там мои сыновья, и они, когда узнают в громкоговорителе ваш голос или там песня, вот когда на вашей страничке поется, они сразу знают, о, папа опять Игнатий Тихеновича смотрит. Так вот, я начальник детского лагеря был 45 лет. И вы бы, если сюда приехали, сейчас могли бы к нам приехать. У нас сейчас в другом статусе лагерь. Мы приобрели несколько домов и к нам приезжают с родителями. Вот тут бы они у меня купались, специально такой выкопан пруд, ему вот так только будет, не утонет. Ежедневно занятие Словом Божьим идет, суббота, воскресенье, идем в храм, молимся. Брат у меня священник, вот дети, ну, я 45 лет веду, у нас ни одного заражения не было, ни одного перелома, ни один не утонул, не сгорел, как у них у властей-то. И вообще не было. Я над ними вот так трясусь. И у нас все это строго, в 5 часов утра уже подъем. У нас нельзя ни обзываться, ни драться. Я накажу его. Там подрастает такое поколение. Разные нации, и немцы, и татары, и цыгане, и евреи, и кого только не было. И 50-ники бамтисты, мы никогда не трогаем никого. Как научат, а вот так молиться. Так и молись. Через 3 недели приезжает родитель, он стоит уже молится. Я говорю, увидел, что с вами Бог, ребенок увидел. Вот и все. Мы никого не принуждаем ни к чему. Мы должны своей жизнью дать благоухание к жизни. А другому, говорит, благоухание к смерти. Ну, 45 лет, представьте, какой у меня стаж. Наш лагерь был единственный в Советском Союзе православном. Меня гоняли, там несколько уголовных дел за один год возбуждали, ничего не могли взять. Подавали там иски, и все рушилось. Почему? Бог давал очень хороших заступок. Паркурор края, генерал-лейтенант. Он просто вот так держал. Мэр города, губернатор. С кем не коснулся. Бывает, немец был один, Вилькштейн, кажется. Вот. И он тоже сразу прилип к нам. Мне говорят, вы их зомбируете. Я зомбирую их. Ой-ой-ой. А другие говорят, я учился в Индии, там, во всяком колдовстве, в Египте, там, у старых жрецов. Я там тайный сотрудник ЦРУ, КГБ. То есть, они, в их голове не вмещаются, как это можно это все было сделать. У нас 21 тысяча сел разрушены. И мы взяли пустую землю, где раньше наша деревня была. И с нуля 27 лет. И нынче, вот 3 июня, мы отмечаем 27 лет, как начали восстанавливать. И в этот год исполняется ровно 200 лет деревне, когда первый человек тут основался. А другие пробовали, ни у кого не получилось. Стали воровать, блудить и все. А у нас строго все. Поселиться, может, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Мы смотрим ролики, когда вы собрание проводите, глядим и беседы. А вот у вас песнопения, моих стихов, наверное, нет. Песнопения нет, но стихи есть. А вот я вам потом помаленьку буду скидывать, вы пощащей сюда заходите. Поет Виктор Николаевич, он сейчас находится во Франции. Хорошо. Да, вы его слышите. Ну, все, сегодня. Хлопцы, как их звать-то? Кирилл, Вадим и Антон, младший самый. О, ребята, ну, далековато, вы бы могли к нам приехать. Ну, мы имеем такое желание, у нас, у меня дедушка по маминой линии, он в Омске живет. Вот, и как будем у него в гостях, мы обязательно на машине попробуем. На машине, только скажите, ехать я вам сюда скину маршрутку, маршрутку, и что нужно брать с собой. Путевку выпишу. Хорошо. Да, так. Ну, я не могу из Германии много книги заказывали, посылали из Испании, книги заказывали. Вот этот трехтомник с этим, он 75 евро, а полный 38 томов, 750. То есть, это, нынче не издать за эту цену даже, ничего нет. Я в вашей эфирной версии скачал и читаю. Да. До свидания, хлопцы. Хорошо. Спаси Христос. Аллилуйя. Все, восхищайтесь. Все, спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос.